Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен участнику телепроекта Дом-2 Вови Гауте. Мы расскажем вам о 10 сенсационных фактах из его жизни, о которых до этого знали только близкие. Когда Вове было 3 года, он чуть не умер от отравления. Хорошо, что все обошлось. Его мама очень сильно переживала. У нее от волнения и перенапряжения даже лопнуло кольцо на безымянном пальце. Самостоятельно водить машину Вова начал очень рано. Уже в 14 лет он с легкостью ездил по городу и по области по делам. На протяжении одного года, с 16 до 17 лет, Вова был участником тульской панк-рок группы. Он играл в ней на электрогитаре. Вова выглядел как типичный представитель панк-рок культуры. Он ходил в гриндерсах, в узких штанах и у него были длинные волосы. Уже в 17 лет Вова испытал горечь разочарования. Его первая девушка изменила с лучшим другом. После этого Вова стал бабником и перестал верить в отношения. Также к 17 годам он успел попробовать очень много профессий, которые, конечно же, не требуют специального образования. Он поработал и расклещиком объявлений, и продавцом книг, и мойщиком автомобилей. Первый кастинг на Дом-2 Вова прошел в 17 лет вместе со своей тогда еще будущей, сейчас уже бывшей женой. Но в итоге ребята решили не идти на проект. В 19 лет Вова Гаути расстался с девушкой, потому что она думала, что он не хочет с ней видеться. А на самом деле причина была в том, что у него просто не было денег на проезд в маршрутке, чтобы добраться до нее. На первом курсе университета Вова начал заниматься музыкой на спор из-за девушки, которая ему нравилась. Эта девушка все время восторгалась одним парнем, рэпером. Она говорила Вове, что быть таким популярным, как он, это круто. И Вова сказал ей, спорим, что через месяц я соберу на своем концерте больше народу, чем он. И этот спор Вова выиграл. Посетителей на его концерте было больше на 200 человек. Еще одна невероятная история из жизни Вовы. Прошлым летом после одной из вечеринок, проснувшись утром, Вова внезапно обнаружил, что он с другом случайно очутился на пляже в Анапе. Ну и факт, который Вова оставил напоследок в своем интервью. Как утверждает Вова, на проекте «Дом-2» он встретил свою настоящую истинную любовь Катю Гужевинскую. «Невероятно, но факт. Она не верит в мои слова», — говорит Вова. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!